И всем привет, с вами Багратка, мы сегодня продолжим играть в игрушечку под названием Хейдер, соответственно наливаем чуёку, сажимся поудобнее, сегодня у нас будет максимально рогалистый атмосферненький и пока не особо сильно понятненький контент. Собственно в прошлой серии рассулись мы на моменте, где мы с собой собрали наше копьё и буквально просто взяли вот такую вот сборку и всех протащили, прозатащили и обосрались и сразу вообще что происходит. Собрали пока что вроде как имбурь что ли, вот. Я записываю это всё в одной серии, потому что не уверен, что если я отсюда выйду, то у меня что-либо сохранится. Поэтому продолжаем как обычно, приходи по аннотациям, спроверясь этим углом, посмотри в прошлую серию, мы с собой всё-таки продолжаем. Вот. Так, а теперь для тех, если я тут всё-таки подух, вот прям сразу, то вот с этого момента мы с собой снова продолжаем. Я если что уже тут успел поприветствоваться, тыры-пыры в жопе дыры. Вот как я это говорил, как раз-таки в прошлой серии получается, либо в этой же серии, хрен его прослежь, как случится. Если я помру здесь буквально за пару минут, то я это всё-таки добавлю в обычный мой... Это в обычный ролик, в первую очередь. На пути спешащего принца раскинусь во всей своей невероятной роскоши, ренчайшей божественной красоты Элизиума. Поступной только душам самых великих смертных. Рускош, серьёзно? Серьёзно. А тут они с этой кепочкой какой-то. Так, надо отдать должное отцу. Он здесь неплохо всё обустроил. Фигащ. А чё такая чистая? Ну, в принципе, ладно. И почему, раз уж вы такие великие обосраться и не всраться, живёте в какой-то сраке? Хотя, может быть, у вас там последний этот круг покруче будет. Так, хорошо. У нас с тобой есть гефес в первой же локации. Либо монетка. Монетка, это конечно, швешила. Ну, давай гефес. Или гермес? Ага, гермес. Гефес, а другая тема. Я чего? Кого? По и сраку я твою вот это вот буду считать? Вот эти вот твои мечники какие-то. Это, по-моему, тоже какие-то гермесы, да? Это, кстати, спартанцы. А это этот глаз чё он? Камон. Не знаю. Кто-то глазик какой-то. Ой. А это глаз от них. Окей. Ну, давай попробуем снова добить. Снова убить. Мне бы на самом деле побольше урона. А то чё-то как-то по урону, охути, до хрена и больше. У меня такое ощущение, что они как-то немножечко перестарались, что ли. Так, гермес. Здорово, Коскомарова. Победим Аиду. Здрасте. Так, чё мы с собой умеем? Бросать? Херня люто. Не будем. Скорость атаки. Очень хорошая вещь. Можно взять. И получается скромная подработка. Каждый раз при входе в зал ты получишь немного сокровища. Плюс 10 монеток. Ну, хорошая вещь. Давай скорость атаки всё-таки. Это как-никак урон. Это Зевс. Это, если я не ошибаюсь. А чё это такое? А я уж не помню. Починка вроде как. Давай всё-таки сюда. Фиг с этим Зевсом. Я к тому же не помню, чё конкретно Зевс даёт. Лучники. Я вижу. Валим, убиваем. Он перевооружается. Чего ещё раз? А, он типа не умирает до конца. Хорошо, я тебя понял. Но как вариант, слушай. Надо ты посмотри, какая среть. Даже вот на этом уровне в полном спокойной себе это мои стратеги работают. Нужно просто утихомирить свою пылу и не постоянно так вот перемещаться. Хотя, тоже как вариант. Допустим, здесь я... Нет никакой лавы. Так, обновлено. Улучшить. Для мощной круговой атаки. Чтобы использовать уникальную атаку своего оружия. Не хочу. Нажмите или мудировать, чтобы использовать основное оружие. Так, удерживай атаку, чтобы наносить смертельный удар. Ты больше не сможешь использовать круговую атаку. А, я её не использую, поэтому... Походу, я лоханулся, да? Да, я, походу, лоханулся. Это та самая дебильная херовина, которая... бьёт три раза, и ты... в этот... Слава богу, я теперь бью просто быстрее. Если бы я не бил быстрее, то, понимаешь, во время вот этой штуки, во время вот этого атака, я не могу уворачиваться. То есть, я, короче, станюсь в этот момент. Так, это я не хотеть. Типа, зачем мне вообще вот эти вот всякие бриллианты? Я лучше дальше пройду. Ага. 150-го у нас с тобой в Афродит придёт. А то уменьшает урон. Наносим банан. Это увеличивает вообще, в принципе, хп. Это купи 60. Да пусть. Вот планта. Похоже, мы снова встретились за ракушем в окружении грязного хлама лодочника. Ты вводишь меня только в самые лучшие бесца? Не за что. Хорошо. Бэшка. Сразу скипаем. Другая лига. Получите частичное сопротивление урона на 7 ближних ближайшими врагами. Хорошая вещь. Вот что ниже. Когда ты получишь урон, враги вокруг тебя получают урон и будут ослаблены. Урон от эффекта метки. А, получается, проклятся, то 4 секунды жертва наносит минимум на 30% меньше урона. О, есть. Если я один раз получил урон, то на 4 секунды я буду 30% меньше получать. Либо изначально постоянно, но 10%. Давай 10%. Хотя, если честно, тут уже было бы лучше. Давай все-таки его продадим. Я не уверен, что это правильный выбор. Но... Айда продавать. Или не будем. Я сейчас как-то нажал, короче, у меня не получилось одна пиксель с тобой золотая рыбка. Слушай, хорошо, то, что сердечки сегодня не купил. Вот тут оно халявно выдается. Хороша-то. Читоносцы. Неестественное, куда без читоносцев? Так, и здесь у нас какая-то ловушка какие-либо. Хорошо, я киню. Ну, ну, что-то там еще кто-то атакует. Что-то, короче, сказали, интересно. Слушай, на урон я теперь отношу будешь дурак просто. Просто посмотри на пиксель. Так, он козлина эдакая неуязвимая. Мы теперь можем просто уйдеть. Салу ушей. А может игру пройдем? А может игру реально пройдем? А что бы и нет? Запишу сейчас 20 серий, блин, и все, и нормально играть. Метут. Хорошата. Так, пожалуйста, сэр. А при тут я вроде хочу вот к этой ловушке подходить, она опасная какая-то. Так, здоровье, плюш, спасибо. И счет у нас там обновляется. Читать я это, естественно, не буду. Здоровище. И что такое? Пассивный эффект восстановить 10% при входе в зал. Это длительность. То есть оно не всегда у нас статично. Так что мы это делать не будем. И получать у нас с тобой посейдон. И все. Надо посейдонькам. Давай. Я к тебе бегу. Правда, понимаешь, что я сейчас скорее всего буду сражаться? Бык Минос. Ты пришел из самой глубины ада. Здесь себе не место. Согласен с обоим пунктом. Я просто проходил мимо, так что если вы позволите? Не позволю. Чемпион Элизиума не станет уклоняться от подобной схватки. И я не стану. Погоди. Ну ты же не чемпион Элизиума. Ты Бэк Миноса. Даже я не знаю, кто может сравнить с тобой силе. Может Геракл? Пожалуйста, скажи, что это Геракл. Не позволю. Ты слишком много говоришь, Куратушка. Иди сюда, я уничтожу тебя. Так хорошо. Ну как мы уже знаем, у них атаки довольно-таки все типичные. Сейчас он будет прыгать, скорее всего. А вот и он. Но ты же не будешь, кстати, это... А это все-таки параллесценный босс? Серьезно? Так я аж недавно только в эту а вот он и бегает, кстати. Как мне делать? А вот в эту штуку ударился. Отразил. Рошата. Спасибо тебе огромное. Гребаный Минотавль. Оторжено. Так, а теперь он прыгает. Да пока ничего. Ну как ты меня задел? Ты же вообще в ту сторону бил. Так, а теперь он сейчас будет прыгать. Тихо. Но это пока только получается у нас с тобой отражено. Дарк спину. Ты силен. Я это знаю. Спасибо. Тихо. Удар в спину. А он увеличивает он нам. Да что своей вот этой вот атакой не так? Лишком далекой. Я не понимаю обиджу. Тобя это Селрайзинг напоминает? Или как эта игрушка называется? Которую мы с тобой недавно играли. Тоже хрен просты, насколько далеко он может ударить. Прыгай. Тихо. Иди-ка. Иди-ка. А только ты не будешь это до мной бегать. Какая-то странная веселая когда ты бегаешь. Тоже. Спасибо тебе огромное. Восторожи. Будь осторожен. Да что ж тебя будешь делать ты с тобой козел? Убри пожалуйста. Ну не надо вот свою вот эту дебилю ну блин поди в него попади в него спасибо попади я не хочу просто к нему подходить неуязвимость я сдаюсь отличный бой однако твоя техника меркнет сравнение с мастерством чемпиона думаю то скоро сам все видишь восстанови здоровье и извини не твои нахер не принимает здоровье восстановить куда ты пошел козел я победил бека минуса владыка пищи дом творить это видимо увеличить к ним это с ними знакомство ты рупы рев жопе дыр нас у подарим не бли моему велению моему хотенью ярость то и чего ты наносишь больше урона если от удара враги врицается в препятствия на такой же особый удар наносит больше урона восстановится отбрасывает врагов херня лютая любое вознаграждение в залах станутся более ценными ценность на пятьдесят пять процентов больше и наносишь больше урона если от удара враги врезается в препятствии такие мои противники могут врезаться в препятствии босики нет тут хотя бы больше всего дадут ну давай она эпическая значит наверно хорошей выйдет так скажите что это последний я это последний и колесница шел ударов спина нас не силы так пересмотрев практика давайте мы вас пацаны как-нибудь и вынесемся смотри кстати вот он возвращается устава полута вооружен так ты говорил брожди кто-то говорил-то хубы я уже все и позже либо улучшить так тихо либо улучшить хп-шечку либо себе удовлет к пашечка король хорошего хоть дела но какие-то пацанят еще вы кстати а тут можно еще взять себе и сказать прокачать ровно принад препятствий как раз кипу лихо пацаны давайте короче тогда закончим своим по-быстрому легко да пока довольно таки легко пока не касается своих каких-то боссов за меня особо понятно я бы что-то опять ударился рову вопрос и сама что вы оба что-то а вот и пошел тут без вот этих гибельных препятствий какой языке не любил так и сейчас не а хорошо вкусно и есть можно струбовый удар еще больше урона снижение урон от врагов и тернуть процентов урона столкновение с препятствием 380 опять же против боссов и я не уверен что это хорошая вещь вот 14 процентов и невосприимчиво символу это снижение урона противника вполне себе хорошая вещь можно увеличить себе урон от атаки я не могу просто от этого сейчас отойти на хорошо у нас с тобой 120 планеток мгновенно восстанавливается здоровье и что я получу какое-то вельное мясо получил особо удар наносит 40 ну так особо удар это вот теряло не дать объекты карл а хорошо у нас того еще сколько ключиков был я один а так что кися в 86 почему сюда блин чуток как-то прям смотри никак не помираем прогноз и кпс обычно татьяга и будет Но в принципе можно всех их переубивать Я пока даже не знаю, что на самом деле говорить Я просто бегаю, кликаю одни и те же кнопки И просто всех изничтожаю Причем буквально для того, что у меня урона до креда и больше Я вношу уже по сутки Я попросту... Обычный противник ничем не сделает Вот честно А вот какой-нибудь босс Они делают Нужно держаться Вот это чё такое? Это чё такое неубиваемое? Там чё-то было какая-то пикеровина на мне Опять какая-то хреновина Тихо, кто-то в меня целится, что я не пойму Я иногда не могу вообще проследить, чё вообще на экране происходит Так, пацаны, вы должны как раз-таки померить, Тиночка А то я не хочу потом с вами интервью до сражаться Тихо, бритут До свидания Получить 12 А насколько больше я у вас получил? У меня же вроде там до хрена процентов Улучшалка О май, улучшалка Давай ещё раз Да всё-таки улучшим себе Что-нибудь Ге-ге У нас сейчас будет босик, да? Очень вкусно Всё меньше и меньше Но при этом Никакое увеличение урона есть Это можно по идее улучшить Вообще даже хорошая вещь Но она ничего Она как бы рвок наносит урон и может отражать удары Подожди Ну нет Это только хп-шка Короче Точно Так, а тут можем мы чё-то причитать? Сопроцентов можем Можем, вот оно Так дай-ка мне это причитать Оглядеть Над мятежной головой Принца Возвышается Восхитительный Зловещий Фасад Стадиона Элизиума Будто бы Подстрекая его Принять участие В соревновании В котором ему Не под силу победить Спасибо за поддержку Старик Мне за это чё-то дают Ладно Дали бы хп-шку Хотя бы И вот это вот Ваши всё О, вот это да Я предупредил У тебя каратыш И теперь ты столкнешься Ещё более ужасно Врагом Чем я Единственный Кто смог Меня одолеть Да я бы тебя тоже Ободолил Если бы ты не свалил Эсей Герой Эфин Стой, Диамант Ты не сделаешь Ни шагу вперёд И не увидишь Ни вной свет Пока я здесь Эсей Не может быть Да вы же Настоящая легенда Для меня будет честь Уступить с вами в поединок Мы играем с моторщиком Ааа Не прикрыт Попытка Поколебать Мои твёрдые убеждения Зачищайся негодяй И пусть боги Пощадят тебя Ибо от меня По счёту Ты не дождёшься А, и я Вместе с Я теперь ещё Вот с этим Дебилом Сражаюсь И с другим Да вы Угораете Ой, да нет Я База что Давай Давай мы тебя Катя Бубьём Ты самый Бесящий Удару Спину База Спасибо Играет музыка все их и целью словечки мол якобы в этом месте приколотой игры ну блин а теперь ты бессмертный пошла не тоже с болит и он запустил его мы все мы обязаны нашим зрителям интерес я вообще смогу его убить типа это и вообще получится или как уже со мной через вот эту херню ударит их нас он будет перемещаться из стороны в сторону на брошенный вызов смерти возвращайся в происподнюю ведь еще даже не убил этого гребанного минотавра удар спину их и на товар умри пожалуйста мая минотаврик пожалуйста умри реально тебя прошу я не хочу с тобой вообще никак это боевать нахер кто умри и не беги на меня самое главное не беги любые свои дебили атаки делаю ноги беги просто реально не беги делаю еще хочешь как хочешь даму спину все казнина и каллины в первую очередь на следующую цель и 10 от себя убить ты бессмертный и в смысле а его надо знать и бить их а вот теперь я похода не выграю ни хрена это бой для модели до сону и иди 40 короче может я все-таки мы немного урона наношу он наношу и уязвимость владычество боги помогают либо да потому что мы срать на тебя на самом деле не такой сложно без монотавра на монотавр мне уже получше много здоровья отнял вот очень много здоровья он у меня отнял а он все еще блокирует писать да я не могу к нему назад пройти не хочу не хочу отстаньте от меня он бессмертный куда ты пришел уйди оттуда ну что же в нему кидать копье попробуй защититься вот от этого да ему по херу мы его хоть и почти убили но это какой ценой а мы попробуем сделал так чтобы он назад пошел их счета там он говорит откуда в меня это прилетело карл откуда я должен как понять что в меня что-то летит не было никакого указателя вот максимально в душнике херня какая-то митише сделаем просто по 500 боссов раза больше так и весело но не совсем малых опасалось он меня скорее всего бьет я просто потому что не понимаю где он там пик нет ну да и что нажимал у ворот даже не пытайся мне там сказать я вот момент как только вижу что он это начинает меня стрелять я пускай кустин вы требовали вам встреча же но я не требую я это не хочу вообще ничего делать быть типа еще мы потом будем снова до него добираться и потом снова с этим минотавром и этим сражаться надеюсь то что у меня что-то будет имбовое за оружие какую себе может быть кому-нибудь но разговоры я никакие не заметил прикольный они из разряда марвел ских дебил у тебя кровь на жопе все смесь и что сюжет вы не знаю если тут в итоге окажется то что меня олимпы вот эти олимпийцы хотят развести это типа сюжет и фишеча типа шедевральный сюжет извиняйте но я не знаю это бред совсем будет ну вот честно вот ну что угодно ожидаем если вот произойдет именно так как я сказал что меня олимпийцы разведут и это как-то попытаются захватить это таиду этого моего отца как-то там блин куда-нибудь там на 40 на кукан повесит потому что они всем своим видам говорят то что мы тебе это и тебя используем как дурачка и он всем видом это показывает вот сам вот этот вот вот это вот наш главный персонаж по всему дому бродят души умерших в поисках того чтобы выслушать их жалобы по поводу залившихся на их долю умерстей короче я не сплю я знал что ты вернешься как только услышал что ты встретил самого чемпиона элизиума я слышал что среди смертных считается честь погибнуть от руки кого-то вроде тассе я продолжаешь же в том же духе возможно ты станешь знаменитым ну между прочим как я понял сам вот этот вот ваш заменитый чемпион элизиума я уже на самом деле забыл как его там звали он по идее сражался раз на раз против гребного минотавра и по сути он был очень пусечный и изичный был самый максимально бесящий это минотавр отрез него типа вообще не будет минотавр я имею ввиду он вот просто его не будет а я его спокойно выиграю это будет самый легкий босс будет легче чем вот эта баба с хлыстом и легче чем вот эта змеюка это она тоже довольно таки была легкой тут просто тебе до тавра не давал спокойно жить он постоянно к себе телепортировался прыгал на тебя и тебе урон уносил а вот этот дебил он даже никогда своим копнем нормально попасть не мышь только под конец когда у него там определенные зоны постоянно дамажилась он как-то этим копьем попадал просто потому что я даже не видел его я просто терял его из виду потому что думают ну нихрена непонятно он сам зеленый и вся локация зеленые да и типовым блин возможно уедите в срак прислушаться олимпу известно о нем а я осыпаю твоим несчетным благословением в моем царстве в малашем царстве расскажи мне подробностях почему это происходит дикта либо твоя безграничная сила начала давать слабину либо ты что-то задумала не сомневайся в моих силах аид чем ближе твой сын приближается к поверхности тем неизбежнее было то что его обнаружен олимпийцы были рады узнать о том что у них есть дальний родственник и из того разрушения пригласили ее радушим пригласили его на гору вот и все их влияние через две через мир награничен дикта кому ты выдаешься в терять эту дичь вот кому олимпийцы неожиданно такие вот знаешь как кумуру вот ну просто представь это в жизни есть у тебя там какие-то забугорные родственники которые от себя исчезать не знали было настолько поливать что они даже и не хотели узнать потом как-то родственник попытался куда-то свалить и я не такие ой оказывается мы тебя знаем радушно принимаем игры пыры в жопе дыры тебя подозрительный ничего здесь в этой истории не кажется графе тьма не смея рассказать меня их влияние я с вами глазами видел это влияние ты совершила глупейшую ошибку смеш говорить мне о глупейших ошибках не в твоих силах изменить происходящее делаю что хочешь никто а ему я кстати могу дать вот эту красоту я хотел ему дать тип сказать спасибо отец идет сербер охренелось это давить так а это точно что это такое там какая-то другие веселых ража незначительная ремонт подземном виде в залах можно появится адской сокровище чем там делает конечно понятно подожди куда это машу подземную ремонт в подземном мире в бене с лидер и ну такой отделка короче просто по внешней виду и мозг интересно эта комната отдыха открыта возвращение блудного сына все говорят что я тебе поддал и зак не волнуйся бы мне все равно мне все-таки удалось вернуться домой весьма болезненным способом мышь мне нужно поддерживать свою репутацию если снова обойдешь меня лучше бы тебя дойти до самого конца а теперь оставь меня и не думай что во время нашей следующей встречи тебе снова повезет это типа говорят о том то что она следующей встречи будут сильнее или это просто тупо понты из разряда уху я еще в как за домажу потом и чё такое на память на доске украшается одной скрепки стен комнаты отдыха отмечены достижение самых верных слуг повелителя я думал мне никогда не доведется увидеть портрет на своей стене к свой говорится а и мы можем типа нектар и площадь алмазы какие-то ну интересно что-то открыли здесь бразильский довольна так и чё-то вы скидываешь бич базарить а будем наставник ахиллес я тут нашел некий артефакт капля древней крови она появилась после битвы с мегерой неужели я и правда нашел кровь титанов насколько мне известно парень да так и есть я не уверен чья именно именно чья именно кровь это совету оставить ее себе и хранить в безопасности твое оружие жаждет ее и когда-нибудь впитает если сейчас то очень скоро хорошо я сам впитывать ее не собираюсь это после а ну да кстати вижу вот она единичка интересно потом ее тоже дадут так и чё у нас тут из веселья посчитаем короче все что они тут нам сейчас скажут может быть немножечко прокачаемся может попробуем поспать размышлять здрасте 500 макс три здоровья окей немножечко прокачали а сплю после смерти так ты только что умер как дела время от времени дружусь тебе будет попадаться твой такой весь из себя модный крендель он точно попытается испортить тебе настроение ты его сразу знаешь потому что он ярко светится ну это не просто свет а броня ясно теперь тебе нужно бить прямо сквозь нее а не то что он запросто отродит твою атаку бить нужно сквозь нее сзади типа или как сквозь в этом весе приколотой брони и она не пробивается или где ну короче не суть чтобы настроение не использовал среду здесь стригаться модных светящих кренделей которых попадаются на пути ясно в принципе на этом моменте мы точно собой закончим в принципе вторая серия немножечко меньше вышло о так сказать хроме хотя не 33 минут на две серии у нас как-то хватило есть часто чёт как-то я не знаю наверное все зала уже перебросились да они меняются карты раз точно не знаю короче все так как-то пока я не выкупил приколюхи этой игры ну типа сюжета как-то в основном ты нету мы типа бегаем иногда базарим с босиками и в принципе все ну или ее вот сюжет это то что вот они якобы даются меня загнать на олимп ради чего все мы так давным-давно ясно что олимпийские боги это будут так хуя си веселья они максимально обидчиво это даже по игре понятно они максимально гневные максимально стервозные максимально хитрые потому что хотят тебя грабно обмануть они это делают вот специально дают себе такие вот вот мы только что столкнулись с каким-то пацаном которого тоже как бы боги благословили для чего мы же по идее должны выйти отсюда так зачем они его оставили сказали бы ему там и перси давай-ка ты его отпустишь нам нужен мы хотим его это забрать дед они меня на него натравили ради чего от того чтобы я немножечко пострадал у есть для себя не доходит то скорее всего вот главного героя вы это чё-то как-то странная вещь играем реально за моторчик который не выкупает что его пытаются развести в общем как-то так у меня в первое впечатление об игре сложилось в принципе можно наверно как-то посидеть по пофигачить всех но это все зависит от рандома я очень сильно сомневаюсь что мне вообще выпадет хоть раз еще раз вот такая взборка на 70 процентов урона скорее всего теперь у меня будет все гораздо сложнее по типу идею каждый раз все больше и больше себя прокачиваю может наверно потом это будет в порядке вещей тогда у меня будет вопрос а нахрена мне первого уровня постоянно проходить если ну ты представь я беру уже прокачался что-то у всех на первом уровне убиваю всех этих двух боссов чтобы что чтобы дойти до следующего уровня или у меня все таки не будет такой какой-то им бы я буду каждый раз вот тут через такую сраку прибираться ну да не знаю минотавр вообще какой-то странный минотавр кстати прикольный босс ну честно он как босс я вполне себя одобряю а вот этот какой-то чувак с копьем ну херня лютая то что их объединили вот как минотавр по сути больше всех уронил иди я потом уже уронил уже и сам-то чувачок но и вопрос тоже сложно было атаковать потому что есть на самом деле если честно если бы не было этого грабанного что я бы его спокойно был убил бы еще до того как купил бы минотавра а может его как его обойти он постоянно тебя смотрит в не дурак чтобы к тебе спиной поворачиваться хотя иногда такое было в общем не знаю странная какая-то игрушка я не выкупил чё людям она так зашла чем именно возможно стилистикой не знаю на вкус и цвет товарищи нет я не уверен стоит ли мне вообще продолжать эту игру записывать что-то как-то особое желание есть честно это короче лам максимально странная вещь всем спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки комментируйте рассказать друзьям всем удачи всем до скорой встречи и всем пока удачи всем пока